с лучшим составом, джазовые стандарты, красивую мировую классику. Ни для кого же не секрет, что самая лучшая американская музыка в 60-х. Согласен с вами. Вот. Очень приятно ее исполнять, ее всегда слушают, она всегда пользуется огромным успехом. А вот возникает вопрос. В России сейчас достаточно серьезно относятся к тому, к авторским правам. Да, да, да. И все прочее. Как с этим дело в Америке, да, вот, к примеру? Очень просто. Там до такой степени просто. То есть там автоматически отчисляются авторские права. Ну, я не знаю, скажем, 1% от каждого исполнили, полпроцента, это не важно, да. Все идет автоматически. То есть как когда-то было в Советском Союзе. То есть владелец того или иного заведения, где исполнялась та или иная песня, писал отчеты с денежным сопровождением. Ну, видимо, да, как так. Или если на радио, или на телевидении. То есть это... Или если выпускается диск, и он в продаже, да. То есть это идет автоматически. То есть автор не должен об этом вообще думать. Ему там, по-моему, два раза в год приходит отчет о том, что сколько там продано, сколько, и определенная сумма. Я однажды попал на горбушку с одним из представителей русской диаспоры в Америке, который занимается там продвижением всевозможных артистов замечательно. И когда он на горбушке попросил, он говорит, а что ты хочешь купить? Ну, я там что-то еще искал. И вдруг он увидел диск артиста, которого он недавно выпускал. Вот. И когда он увидел в МП-3 все за полтора или за два доллара, он был очень... Недоволен. ...очень расстроен, да. Он сказал, что если бы там было так, то наши музыканты бы там не зарабатывали практически бы ничего. Ну, наша Россия, она в этом плане у нас единственная, я так думаю. Нет, еще Китай. Говорят, что там тоже все серьезно с авторским правом. В общем, его нет. А, нету, да? Да. То есть все считается, что все, что когда-либо придумано человечеством, оно придумано для всех. Но зато там есть закон, запрещающий работать под фонограмму. Серьезно? Да. А в Чечне? Закон? Да, закон. Но вам-то это не грозит? Мне нет, я абсолютно за себя не переживаю. А приходилось петь под фонограмму? Нет. Нет, я не беру... Когда съемки какие-то были, серьезные съемки, чтобы просто не тратить чье-то время, вот только в этих случаях, а так нет. А я, честно говоря, один раз видел, как мучился очень известный певец, настолько известный и настолько уважаемый, что даже когда он только приехал на съемки, публика в зале просто встала и встретила его аплодисментами, хотя он проходил еще только в гримерку. И там тоже нужно было петь под фонограмму, и мэтр с трудом это мог делать, потому что потом он, конечно, высказался, что, дескать, ребята, я не могу петь под фонограмму, просто не... Я его очень хорошо понимаю. Просто не умею, не знаю, как это делать. Я его очень хорошо понимаю. Первая любовь? Первая любовь. Друзья, у нас в гостях певица Ляля Рублева. Друзья, у нас в гостях певица Ляля. Той зимой первый снег Не оставив следа И с собой любовь унесла навсегда Первая любовь, как первые снега Белые искристые, словно жемчуга Те, что украшают кружева судьбы моей Радость и печаль не повторил юных дней Столько лет с той поры пробежало и зим Я нашла свое счастье, но только с другим И когда первый снег вновь кружит надо мной Вспоминаю, что было той давней зимой Ты тогда говорил мне такие слова Что от счастья кружилась моя голова Но умчала зима, не оставив следа И с собой любовь унесла навсегда Первая любовь, как первые снега Белые искристые, словно жемчуга Те, что украшают кружева судьбы моей Радость и печаль не повторил юных дней Радость и печаль не повторил юных дней Первая любовь, как первые снега Белые искристые, словно жемчуга Белые искристые, словно жемчуга Те, что украшают кружева судьбы моей Радость и печаль не повторил юных дней Друзья, у нас в гостях сегодня певица Ляля Рублева Ляля, я просто вот прям ощущаю Ну как-то вот прям рисуется картинка Как под такую музыку Такую грамотно сделанную С хорошим вокалом Танцуют пары Где обычно приходят выступления? Что это? Концертные площадки? Или же это концертные площадки, которые совмещаются С каким-то видом отдыха? С ресторанами? Вот где? Ну, к сожалению, это не только концертные площадки Конечно, это корпоративы Корпоративы Это может быть все, что под словом корпоратив Подразумевает все, что угодно Уже понимает день рождения, юбилей, чего угодно и так далее Я, конечно, очень люблю концертные площадки Это безусловно Но жизнь диктует свои условия И мы обязаны им подчиняться условиям Поэтому работаем везде, где приходится Как говорит один мой знакомый, хороший артист Он говорит, что, дескать Я пою там, где меня слушают Это вот очень интересный момент У меня было где-то, я работала корпоратив за границей, не здесь Там тоже есть такое понятие, как корпоратив А как же? Я думаю, что это к нам пришло оттуда А не наоборот Я думаю, конечно И ко мне подходит руководитель Там был большой оркестр И он говорит мне Ляль, они тебя слушают А мне надо, чтобы они танцевали О, как! С чем это связано? Ну, вот я пела, люди сидят и слушают Они не хотят танцевать Они хотели послушать в этот момент Это была мне претензия Я говорю, хорошо А я спроси, я подумала Я сейчас сменю просто репертуар Слава богу, этого хватает А, кстати, что в репертуаре? Что приглашаю Лялю Рублеву? Можно услышать? Не, ну, как правило, все-таки приглашают меня с моей концертной программы Даже на корпоратив То есть там, скажем, 20 минут Или там два раза по 20 Думаю, никакие тайны я не раскрываю Это, как правило, с моей концертной программой Но у меня есть и концертная программа Вот состоящая из хитов Мировых хитов Я обожаю ретро И обожаю перепевать Вот наших метров, которые были В советское время Я обожаю песни Слива Магомаева Валерия Абадзинского Майя Кристалинская Я просто... Мне сами по себе песни нравятся А их исполнение в то время вдохновляло Вот И что я стараюсь сделать? Чтобы это было не хуже Это самое главное Ну, не обидеться лучше, что ли? Да, это самое главное Мне подсказывают, что Шампанского налей Может быть, правда, там Подача должна быть другая Ну, если бы у нас здесь было шампанское Было бы более натурально Друзья, певица Ляля Рублева Песня называется Шампанского налей Жизнь есть разлуки Есть и встречи И бывает поворот в судьбе В ресторане в этот лучший вечер Мы с тобой танцуем, как во сне Прошлое осталось за чертою Я смотрю в твои глаза опять Хорошо, что рядом ты со мною Не хотела я тебя терять Шампанского, шампанского налей Чтоб пена через край бежала Чтоб я немножко опьянела И до утра с тобою танцевала Шампанского, шампанского налей Чтоб пена через край бежала Чтоб я немножко опьянела И до утра с тобою танцевала Ты ко мне протягиваешь руки Ласковое слово мне сказал Так давай забудем о разлуке Верю, что скучал и встречи ждал Помнишь, как по улицам бродили И никак расстаться не могли Середина лета, южный город И вокруг могло лицами Шампанского, шампанского налей Чтоб пена через край бежала Чтоб я немножко опьянела И до утра с тобою танцевала Шампанского, шампанского налей Чтоб пена через край бежала Чтоб я немножко опьянела И до утра с тобою танцевала Все твои слова, как откровение От меня ты не отводишь глаз На пороги наших дней осенней Нам дала судьба с тобою шанс Шампанского, шампанского налей Чтоб пена через край бежала Чтоб я немножко опьянела И до утра с тобою танцевала Ах, шампанского, шампанского налей Чтоб пена через край бежала Чтоб я немножко опьянела И до утра с тобою танцевала Чтоб я немножко опьянела И до утра с тобою танцевала Та-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-